Телеканал Тверской проспект на протяжении долгого времени освещает проблемы наркозависимости среди молодежи и всегда активно подключается к различным профилактическим мероприятиям и акциям. Более того, наши журналисты приглашают в эфиры программ людей, которые готовы оказать помощь тем, кто уже отчаялся где-либо ее получить. В следующем репортаже пойдет речь о женщине, которая справилась с наркозависимостью и вернулась к нормальной жизни. Она открыто рассказывает о своем опыте и всегда готова пойти навстречу тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Тему продолжит Валерия Королева. Глядя на руководителя кризисного центра для женщин, побавших в алкогольную или наркотическую зависимость, не скажешь, что 9 лет назад она сама была такой же. Все было, призналась Анна Дуденкова, и конфликты с родными, и борьба в судах за собственную дочь и скитание по московским вокзалам. А начиналось все банально. Попробовали с друзьями. У Анны на тот момент были муж и ребенок. Супруг остановился, а вот женщина пошла ко дну. Вытащили на берег нормальной жизни ее волонтеры. Это был сложный путь, признается Анна. Поэтому много лет помогает преодолеть эти же трудности другим зависимым. Кто-то приехал из другого города нашего региона, а кто-то вообще из другого региона. И мы не прячем этих людей. То есть мы даем отчеты, кто у нас проживает. То есть мы полностью во все необходимые учреждения здравоохранения или другие необходимые. Если мамы стоят на учетах, в органах опеки или ПДН. То есть мы это все сообщаем открытым, а мы ведем полностью. Центр располагается в деревне Колесниково, дом номер 21 по улице Гвардейской. Помощь готова оказать всем женщинам, кто в этом нуждается. Бесплатно. Существует организация за счет спонсорских пожертвований. Зависимые приезжают сами или их привозят родственники. Центр их последняя надежда. Зачастую постоялица имеет ребенка. Пожалуй, самое сложное. Научить такую маму быть мамой, признается Анна. Нести ответственность, находить общий язык с собственными детьми и даже выполнять какие-то домашние обязанности. Это одна из составляющих реабилитации. По статистике мы стали подводить к концу года статистику, что 40% женщин, которые к нам обращаются, это те, которые не употребляют сегодня дисциплина, распорядок дня, определенная работа. Мы приглашаем психологов. У нас есть и духовная часть, и часть самообразования. Мы читаем книги, общаемся, занимаемся социальной деятельностью. Все это возрождает женщину. Зависимость случается не только от героина или алкоголя. Реабилитацию в центре проходят молодые девушки, употребляющие синтетические вещества. Причем даже будучи в интересном положении. Как рассказал врач-нарколог, именно эти наркотики сейчас больше всего распространены у молодежи. Привлекает эффект. Сейчас приоритет выбора наркотиков часто складывается в сторону психостимуляторов и конкретно синтетических катинонов. И эти вещества одним из желаемых эффектов для потребителей вызывают сексуальное возбуждение. Все больше и больше распространения получают различные виды психостимуляторов. Они обладают достаточно большим эффектом в плане очень скорого развития зависимости. У человека быстро снижается критика, интеллектуальные способности. Побороть зависимость от них и войти в ремиссию крайне сложно. Анна Дуденкова, прошедшая этот непростой путь, призывает родителей проявлять больше внимания, понимания и заботы к своим детям. Это самая лучшая профилактика. Врачи с этим солидарны. Но все же просят попристальнее присматриваться к чаду, к его окружению. Резкая смена поведения, образы жизни, появление странных слов в лексике, расширенные или суженные зрачки должны насторожить. Чтобы убедиться или опровергнуть свои подозрения, можно купить специальный тест, определяющий в моче наличие в организме посторонних веществ. Продаются они в аптеках и выявляют до 18 видов наркотиков. Показать наркологу совершеннолетнего можно в Тверском наркологическом диспансере, что располагается на улице Королева, 10. Для несовершеннолетних работает кабинет на Перекопском переулке, дом 13.